Смотрите, какую я красоту несу курочкам. Сейчас посмотрим, как они это будут кушать. Понравится им арбузик или нет. Ну что, угощайтесь, угощайтесь, мои хорошие, угощайтесь. Так, ещё кусочек положу сейчас шёлком, и цыпляткам тоже достанется. Кушайте, мои хорошие, кушайте. Цыплятки у меня очень прожорливые, поэтому я им положу прям большой кусочек, пусть кушают. Они, кстати, у меня едят больше всех. Приятного аппетита, мои хорошие, кушайте. И, конечно же, шёлком. Наслаждайтесь, мои хорошие. Вообще, шёлки очень любят, знаете, овощи, фрукты. О, курочка квохчет. Всё, что касается, знаете, им зерно не давай, а именно что-нибудь такое сладенькое, вкусненькое. Яблоки. О, квохчет, квохчет. Сейчас малыши и вам дам маленький кусочек. Вот, малышам отдельно положила, пусть кушают. Всё, у всех есть арбузик. А шёлки сейчас будут все грязные, потому что, когда я даю им арбуз, у них вот и чубчики почему-то все в арбузе, и грудь. И потом это нужно только купать курочек. Но сейчас холодно, естественно, купать их никто не будет. Ну, как бы не то, что холодно, но не для того, чтобы купаться. Вот. Поэтому будут ходить с грязными чёлками. Кушайте, кушайте, мои хорошие. Так что сегодня всем вкусно, всем вкусно, всем сладенько. Вкусный арбузик, вкусный. А что только самая наглая курица ест? Ты всех прогнала? Кушай, петушок, кушай. Давайте, сегодня будет арбузный день. Всё, поднос пустой. Я думаю, ой, ой, давай, спой, спой, Петенька, давай. Ох, красавица мой. Ну, спой. Ой, молодец, ой, молодец. Вот курочка квохчет, яичко нам сегодня снесёт. Пока квохчет только одна. Значит, одно яичко точно будет, остальным посмотрим. Ой, молодец, ой, молодец. Прошло полчаса, но я смотрю, не особо-то у меня и голодные курочки. Немножечко вон повыклёвывали, и всё. Ну, ничего, я думаю, они доедят, да? Ходят вон по клюв-клюв-клюв-клюв-клюв. Посмотрим, как и другие поели. Тут тоже вот сыплятки, наверное, съели больше всех, да? Лишнее вечером я уберу. Так, шёлки. Ой, малыши тоже в арбузе, даже кушали, тоже кушали арбузик, да? Такие хорошенькие. У этого ты уже распушился. Чубчик, видите, они ещё молоденькие. У них вот эти вот только-только распускаются. У них перьев нет, у них всё пух. И вот они только-только распускаются. Яичко. Гляньте, какие пушистики. Я знаю, что многие мои подписчики очень полюбили эти пушистые копки. Вот такие они хорошенькие. На ощупь они просто мега-мега мягкие. Они пятипалые, ножки у них чёрные. И вот эти пальчики ещё боковые, как у динозавра какого-то. Скоро совсем станут. Пух-пуховый. Пух-пуховый, да? Родители фотографию я вам уже вставляла. Вы видели, какие они прям пушистые-пушистые. Надеюсь, что это курочки. Ну, а мы вон тоже арбуз ели. Все заелись. Чёлки теперь не отмыть. Только если прям водичкой всё будут теперь в арбузе ходить. Ой, распушился. Распушился, мой хороший. А вот курочка пришла. И смотрите, в гнёздышке два яичка. Это, наверное, спасибо мне за арбузик. Пограшенька, забирай яички. У нас здесь всегда есть кому собрать. Да, даже удивительно, что их два, потому что мы обычно очень быстро их забираем. Вот, и постоянно яичко только одно. Сколько бы нанесли курицы в день, но в гнезде только одно. Два – это редкость, чтобы так одновременно, можно сказать, за эти полчасика они снесли. Да, баловные, 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 коробку перевернули, за пальцы грызут. Ох, хорошие мои, хорошие. Да-да-да-да-да-да-да-да, пи-пи-пи. Это мне спасибо, да, такое спасибо. Такое спасибо за арбуз, да? Да? В общем, пока я там яички снимала, Баграм вышел и выпустил курочек. Теперь будут гулять. И придётся мне сидеть на улице и за ними следить, чтобы они никуда не ушли. Вот, а я планировала дома доделать дела. Ладно, теперь будем пасти курочек. Всё, мои хорошие, всем пока-пока.